всем привет с вами алекс канал берегу работаем с картами смотрим прогноз погоды на ближайшие дни делаю так это клизмах начинаем с чистоты воздуха и то бишь с пожаров и смотрим что во всех штатах потушили быстро пожары кроме калифорнии заколдованных штат и вот здесь от центральных делать это дерево да там самое большое в мире там и продолжает гореть и еще плюс вот здесь одна граница с невадой остальных вездех штатах видно что отличная воздух все прохладно довольно таки прохладная ночь на большей части вот но за исключением океанических побережьей бразилии продолжает здесь видно гореть даунки большие площади но судя по всему это контролируемый пожар делаем и фермерами в качестве опять смотрите разница температур в астрахани 25 а в волжском 17 до или вы листе тут небольшого расстояния 300 километров а вот но растая видите что температура почти на 10 градусов падает ну и вот это вот получается такой вот теплый воздушок идет наверх вот сюда же доказание доходит вот подогревая чуть-чуть здесь и видно что вот такая форма формируется по челябинске плюс 8 в офе плюс 11 до в оренбурге плюс 14 то есть такое локальное влияние но опять же за счет циклона который сейчас находится вот здесь районе тульской области центр вот и он проливается довольно мощно такой где были поставлены отмечены локальные какие-то рекорды по проливу вот далее теперь смотрим западная якутия и здесь вот два очага один около велюсь к другой непонятно где чуть севернее и здесь продолжаются такие задумления вот остальных вот здесь что-то в районе шанхая какие-то прям проблему что-то там видать какой-то очередной завод конкуренты подожгли непонятно так смотрим теперь давайте дождь гроза где происходит но вот здесь около барселоны мы видим что вообще как-то все не совсем спокойно да и видно что какой-то здесь какая-то ячейка между вот болиарскими островами и побережьем как раз барселона валенсии и тут в этом месте сильные непогоды так европе уже начинает успокаиваться точнее он уже заканчивается не у жидкости до энергии у этого циклона и у четко видно что пришедший как бы помочь южный такой хвост он немножко оторвался от основного циклона и сейчас он движется вот ближе к каспию а очень на кавказе в основном в грузии основные непогода сейчас происходит снежок вот здесь вот в сибири и причем смотрите как иркутску тоже там ближайших сопках уже тоже дождь со снегом идет погода не особо ну и так же как и в забайкале видно что здесь дождь со снегом в якутию становилась хорошая погода практически бабе лету смотрите в ягодске плюс 8 на чукотке тоже неплохо но здесь уже минусовые либо около нулевые вот в анадоре плюс один небольшой дождик на камчатке но вот здесь приморье здесь продолжается вот этот циклон приморье сахалин по этой линии чуть японию задевает в китае индии индокитая здесь традиционно грозы хотя вот здесь можно отметить что-то какой-то циклон зародился между вьетнамом и филиппинами посмотрим к чему он приведет в итоге непогода на северном острове новой зеландии вот такая не шибко сильная смотрим теперь аляску фарбанксе 0 градусов на западе канады сильные снегопады здесь еще циклон на западе аляски подошел то есть ну прямо начинается такая штормовая штормистая осень на востоке канады тоже здесь видно дожди и хвост от циклона идет вот так через великие озера доходит аж до мексиканского даже на мексике доходит здесь медленно границы техаса и мексики здесь мощные грозы вот ну и сюда вот на побережье южной каролины тоже раздвоенный хвост как бы получается так южной америке ничего такого особенного в африке тоже все нормально в общем-то температуру здесь сахаре еще больше 36 градусов держится от уливии в алжире даже положили 36 градусов вот но не более того а давай теперь посмотрим как это все будет меняться да в общем то какие новости хорошие что вот этот циклон потихонечку он рассыпается и вот здесь антициклон устанавливается который приносит вполне такое комфортное бабье лето на восточную европу да вообще в европу то есть пик похолодания в сентябре уже пройден практически по всему северному полушарию вот но за исключением разве что крайнего севера побережья арктики здесь вот смотрим вот этот вот циклон в норвежском море он оказывает влияние на норвегию швецию дожди да на кавказе непогода в сибири вот здесь вот тоже непогода и приморье очень на такой вот основной расклад ну и великие озера вот здесь вот сша это что ждет ночью завтра днем на востоке сша здесь катаклизмы будут в скандинавии швеции смете в балтику это все придет но пойдет ли дальше нет пока непонятно но и вот здесь вот на востоке черного моря также не погода сохранится теперь давайте посмотрим давление какие у нас ожидают ну вот знаете такой в домике это низкое давление у этого циклона который между норвеги и грандландии вот еще здесь такой циклончик в виде шторма раз и два два таких шторм к мелких ну вот он видно что вот циклон потихонечку слабее так же как и в сибири то есть потихонечку начинает устанавливаться преимущественно высокое давление хотя вот этот этого циклона видно сюда скандинавии конечно влияние оказывается и вот прибалтика потихонечку погружаются в область низкого давления так то в европе в основном евразии мы видим что преимущественно высокое давление сейчас ну смотрим теперь 1 октября уже встречаем октябрь и здесь видно что высокое давление находится в восточной европе казахстан средняя азия влияние также чуть-чуть на юг западной европы циклон находится здесь на севере шотландии и влияние в основном на северное море и скандинавию также второе область низкого давления находится в районе ямала и на чукотке 3 здесь какой-то ураганчик в районе пуэрто-рико отмечается по прогнозам да и высокое давление также и северной америке то есть северный полушарий потихонечку устанавливается такое атмосферное можно сказать бавиле то а теперь по температурам сейчас видим что потихонечку с чукотки начиная от якутии магаданскую область захватывает а здесь сибири кое-где в горах пока что в гористых местностях но вот днем уже такие низкие температуры и пока еще низкие температуры до держится здесь беларусь украина в основном да кто-то написал из харькова что у них практически ноябрь ощущался на вот утром прям такое состояние было как в ноябре такая хмаль прям вот и обратите внимание в штатах то тоже прохладно сюда практически до мексиканского залива вот такая вот ложбина происходит холодовая тепло только здесь по побережью восточному и западному соответственно так давай теперь ночные посмотрим что ждет ночью события основном морозит смотрите в районе центральной сибири вот на алтая вот здесь начинает консолидироваться то есть долины в казахстану сюда проникать уже мороз ну урал так вот вычерчивается и север восточной европы также захватывается морозом днем сша вот отогревается на западе даже чуть сюда канада тепло доходит но от великих озер сюда на юг видно здесь такая ложбинках прохладненькая так завтра что нас ждет но принципиально ничего никаких изменений не будет примерно все также такой же расклад тепло сохраняется только здесь южный казахстан и и республики средней азии все европе только вот в черноморье в средиземноморье извините так смотрим теперь 14 теперь первое октября какие будут у нас погоды ну здесь видно что практически большую часть сибири и все забайкале она естественные у тебя чукотка даже камчатка уже захватывается морозом держится еще только приморья а вот как-то монголия казахстан держится до западная сибирь но относительно еще будет тепло практически бабе лето будет вот здесь вот в европе в сша в общем то тоже довольно-таки прохладно ну что на этом все пишите комментарии что вы думаете по поводу этого прогноза с вами был алекс канабережда бжет личного поражения